Расширение миротворческих миссий объединенных наций, борьба с наркотрафиком и оргпреступностью. Все это обсудили в Нью-Йорке руководители полицейских ведомств стран, которые входят в ООН. Россию представлял министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он отметил, наши специалисты эффективно участвуют в международных операциях. Число сотрудников может быть увеличено. Из США наш собственный корреспондент Жанна Агалакова. Здесь главы полицейских ведомств более ста государств. Многие в парадной форме. Впервые они собрались на свой саммит, хотя полиция ООН, состоящая из представителей национальных правоохранительных органов, существует давно. Первая миссия в Конго началась в 60-м. Теперь ионовские полицейские несут службу в десятка горячих точек. Главная тема саммита – реформа и расширение миротворческих миссий. Контингент полиции ООН превышает 15 тысяч человек. Из них около сотни – представители России. Кстати, это заметно больше, чем представители Соединенных Штатов или, например, Канады. И наша страна намерена увеличить свое участие в миротворческих миссиях по миру. Южный Судан, Либерия, Гаити, Косово, Кипр – вот сегодняшняя география российского участия. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев говорит, что Россия готова удвоить свои усилия. Конфликтные зоны, инкубатор преступной деятельности в международном масштабе. Глобальные угрозы требуют общих усилий. Наряду с традиционными вызовами, полицейским силами, все чаще приходится решать задачи в области борьбы с оргпреступностью и незаконным оборотом наркотиков. Именно они зачастую являются питательной средой и существенным фактором наиболее актуальной на сегодняшний день проблемы распространения терроризма и, как результат, деятельности на территории ряда государств различных экстремистских и террористических группировок. У России есть большой опыт в борьбе с транснациональной преступностью, а также с незаконной миграцией, которая, по данным Интерпола, приносит дельцам 5-6 миллиардов долларов ежегодно. И это только в Европе. Похолодание в отношении с Западом осложнило контакты во многих проектах, но не остановило работу. В частности, по борьбе с международным наркотрафиком. До прошлого, 2015 года, мы проводили нашу работу для афганских коллег по их подготовке в рамках России и НАТО. В прошлом году эта работа была приостановлена, но приостановлена именно в рамках России и НАТО. Она была нами продолжена уже совместно с Организацией Объединенных Наций и те, взятые на себя финансовые обязательства, Россия как выполняла, так и выполняет по подготовке афганских специалистов. Эти темы министр обсуждал на встрече с исполнительным директором управления ООН по наркотикам и преступности Юрием Федотовым. Борьба с надкотрафиком теперь снова возложена на Министерство внутренних дел. МВД также занимается подготовкой специалистов для миротворческих миссий. Об этом говорили с главой департамента операции ООН по поддержанию мира РВ Лацусом. Более полутора тысяч полицейских уже прошли специальный тренинг физический, психологический, языковой. Кроме того, 250 полицейских из 50 стран перед отправкой в горячую точку стажировались именно у нас. А теперь в МВД разработана специальная программа для подготовки женщин-полицейских. Они сейчас особенно востребованы. В марте этого года три наши соотечественницы уже отправились на службу в составе миротворческого контингента на Кипре.